Всем привет! Вот я такое устройство сделал для отпугивания злых собак, медведей, а также слонов и носорогов. Но слонов и носорогов у нас тут нету. Значит, медведей и собак отпугивать. За основу взята вот эта вот сирена, которая используется в пожарной сигнализации, в охранной сигнализации. Вы можете сходить в магазин, где электротовары продаются, и купить ее. Она недорого стоит. Значит, звуковое давление у ней более 100 децибил, что немного уступает реву взлетающего самолета. Да-да-да, примерно так. Поэтому отпугивать медведя можно. Теперь вопрос, а где взять медведя? Вот, например, у нас тут с медведем встретиться запросто можно. И встречались неоднократно. Но как-то мы все так миролюбиво расходились. Медведи, как говорится, правильные были. Они обычно убегали. Но если посмотреть публикации в интернете, вот, например, есть такие горы Ергаки. Вот там, как если почитать, вот, что там делается. Палатка стоит, медведь приходит, и возле палатки тут ходит, и все, и давай ему там сгущенку, что пожрать. Не дашь, значит, он сам залезет. Палатки рвет, и на людей нападает. Так вот, туристы как, что делают, значит. Ну, хорошо, если у них фаер есть. Они его зажигают. Значит, какое-то время он там горит, пока можно отпугивать. А так, значит, берут чашки, кастрюльки и ложкой и долбят. Ну, вот он, вот это дело отпугивает его. Он близко не подходит, уже так рядом ходит. Вот. Ну, а если вот эта штука будет визжать на частоте 4 кГц по ушам, так это, то я думаю, это лучше, чем в кастрюльке ложкой бить. Значит, 12 вольт питания это устройство нужно. Значит, где его взять, эти 12 вольт? В кармане таскать не будем. А с батареей крона он тоже работает, но сами понимаете, батарея крона 9 вольт выдает. Значит, он уже не так громко будет. Значит, есть такой вариант. Вот выписываем вот такой модуль из Китая. Вот смотрите, как он называется. Вот видите, как? Вот так он называется. А работает он так. Вот сюда мы какое-то напряжение подаем, а здесь мы снимаем любое напряжение, которое мы здесь можем выставить его отверточкой. Берем так вот отверточку и крутим. Выставляем напряжение то, которое нужно. ну, я точно не помню, в каких он пределах можно подавать на вход и в каких пределах он на выходе. Вот. Ну, я 5 вольт подавал, он работает. Берем батарею крона. Вот. Она 9 вольт. Вот. Если эти 9 вольт сюда сунуть, а здесь вот выставить, чтобы здесь было 12 вольт, то визжит он так противно. Ой-ой-ой. Ирина, она вот так вот у нее маркировка. Вот. Смотрите. Так вот видно, да? В итоге получилась вот такая конструкция. Вот смотрите как. Главное вот нужно сделать вот это вот устройство для того, чтобы сюда крону вставлять. Значит, нужно склеить вот это и склеено из от холодильника вот эту внутренность там. вот такая вот коробочка. Потом для того, чтобы контакты были, вот там батарею крона мы ломаем и из нее вытаскиваем, припаиваем проводочки и вот они здесь вот так продеты. Вот это вот сама коробочка, вот этот корпус для кроны, вот она у нас приклеивается 646-м клеем вот этим растворителем. она хорошо клеится. Потом вот тут вот провода выходят вот из этой сирены. Они обозначение такое. Вот зеленый это минус, белый тоже минус, но у них так, зеленый и коричневый это для сирены, для сирены питания. А тут еще светодиоды есть, три штуки. Так вот, для светодиодов белый и желтый. Белый и желтый. Это для светодиодов. Ну, если кому не надо, чтобы эти светодиоды тут загорали, ну, значит, можно их не задействовать. Вот. Но если взять вот так зеленый и белый, это подключить на минус, а коричневый и желтый, это подключить на плюс, то в этом случае будет и сирена визжать и светодиоды загораться. Вот, когда мы вот это вот ломаем ее, получается, что вот у этого вывода, вот у этого плюсового, у него тут такой полоской получается выход. Ну, вот так вот заворачиваем и тут на этот переключатель, выключатель его прям сразу припаиваем. И все. Сама вот эта вот колодка, она приклеивается клеем, вот, титан, клей такой есть. Вообще можно сделать просто от кроны, и она будет все равно визжать хорошо. Но кроны 9 вольт, а вот этот преобразователь, он увеличивает и делает 12 вольт. Ну, можно и больше. Но 12 вольт это естественно она будет громче визжать. А нам надо, чтобы она чем громче, тем лучше. Иначе что толку там? Так, тут у нас помечено вот это вот. Значит, берем и теперь вставляем вот так. Крона вставляется у нас. Ну, вот эта крона, она не крона. Это аккумулятор 100 миллиампер часов. Вот, 9 вольт. И ее можно выписать с Алиэкспресса. Вот сюда вставляем зарядное и заряжаем. Когда она разряженная, начинает заряжаться, здесь у него светодиод красный горит. То есть, вот этот низ у него весь светится красным. А когда он зарядится, то тогда будет зеленым. вот так сделан он. Но действительно ли он 100 миллиампер часов, не знаю. Тысяча, тысяча миллиампер часов. Ну, я не измерял, мне это вроде как особо не надо мерить. Так, значит, смотрите, вот так вставляем ее и потом задвигаем все. И она у нас тут. Он не выпадет никуда. Если нужно вытащить, значит, берем, вытаскиваем. Так, нажимаем. Это жена кричит, зачем так громко тут камера не передаст громкости, потому что в камере есть автоматическая регулировка усиления, поэтому она все на одном уровне передает. А так он визжит очень даже достойно. Так, питание 100 миллиампер питается у него, я измерял, на этом самом от аккумулятора 100 миллиампер он потребляет. На выходе здесь у меня 12 вольт, он вот этим потенциометром устанавливается. Ну, и вот, и все, вот такая вот получается штука. Можно собак отпугивать, по улице идешь, и когда вот это включ собак отпугивать, то и прохожие тоже будут шарахаться. Ну, и ладно, пускай шарахаются. Если на вас собака конкретно нападает, можно и повизжать этим приборчиком. Вот, ну, а насчет медведей, ну, если говорят, что даже в кастрюльке стукают и в чашке в алюминиевой ложкой отпугивают его от палаток, ну, я думаю, эта штука должна эффективно работать. Так, ну, ладно, ребята, я на этом заканчиваю. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, потом я вам еще что-нибудь интересное покажу. Ну, пока, всего хорошего. Продолжение следует...